Люди очень интересуются в твоем мнении, что биткоин может сделать в следующие несколько месяцев, 6-12. Обратите внимание, траектория закругляется, она замедляется. Ноги ждут цены в миллион и так далее, но я так не думаю. Я считаю, что этот бычий рынок выдохся. Так что на вершине акции я думаю, что биткоин также достигнет вершины. Так что здесь есть риски, в отличие, например, от обладания золотой монеты. Диапазон, я бы сказал, где-то между красной линией нулем. Мне интересно, согласен ли с этой волновой структурой для биткоина. Но, ребят, привет, сегодня у нас очень особый гость. Для меня честь представить вам Боба Пректора. И мне, ну, очень прям не терпится его спросить о его взгляде на биткоин. Есть ли у него большой интерес в крипто и биткоине. Но также, что еще я хочу спросить в этом видео, Боба, что он думает о биткоине на следующие несколько месяцев? Вероятно, до конца года, с переходом в Новый год, и может ли биткоин потенциально достичь 90 или 100к перед его потенциальной вершиной? Или же о биткоине он думает по-другому? Все, что думает Боб о биткоине, мы расскажем вам в этом видео. Ребят, присоединяйтесь. С возвращением. Боб, прежде всего, большое спасибо, что присоединился к нам в этом видео. Мне очень приятно. Боб, будет ли верным говорить? И опять же, поправь меня, если я что-то напутал. В твоей, кстати, замечательной книге, одной из самых лучших, написанных по финансам, которую ты выпустил несколько лет назад, буквально ты утверждаешь, что человеческое поведение, человеческая психология, особенно в связи с работой на рынках, участники этого самого рынка оставляют фрактальные паттерны, которые проявляют самоподобие, применимое к разным таймфреймам. Часовик ли это? Дневка, недельный график, месячные ли? Мы везде наблюдаем похожие друг на друга фрактальные паттерны. В общем, извини, если я что-то напутал, сказал неправильно. Да, так и есть. Окей, зашибись. Если кто-то планирует начать работать в этой области... Да. Я много прочитал книг на эту тему. Но в итоге должен сказать, начните с теории финансовой социономики. Потому что буквально в первых двух главах вы поймете множество поверья о рынках, где я показываю на графиках, уходящих в десятилетия назад... Абсолютно. То, что многие из этих поверья являются ложными. Если вы сможете от них освободиться, вы сможете сосредоточиться на вещах, которые работают, или, по крайней мере, имеют больше шанса на успех. Потому что они опираются на истину рынков. Абсолютно. Я знаю, кстати, тебе интересен биткоин, так что хочу поговорить с тобой конкретно вот об этом графике. Боб, зацени, я принял смелость нарисовать несколько волн. Но мое ожидание в целом, зови меня дураком, но все это я смотрю на рынок побычьи, даже с этими ценами биткоина. И я по-прежнему считаю, что биткоин может достичь более высоких уровней в течение последующих месяцев, может быть, к концу года, может быть, начало следующего, потенциально достигая цели выше стока. Ну, может быть, 90-100к. Так, по крайней мере, выглядит моя общая картина, основанная на волнах, которые я поместил на графике. Но что думаешь о биткоине ты? Достиг ли он вершины? Или у нас еще есть место для дальнейшего роста? Скажем, до стока. Да, хрустального шара у нас нет, но многие люди тебя так уважают и очень интересуются в твоем мнении. Что биткоин может сделать в следующие несколько месяцев? 6-12? Что скажешь? Эти волны выглядят отлично. Но я бы поместил первую на вершине 2011-го. А, ясно, понятно. С ростом до третьей волны в 2021-м. Видишь? Да-да-да, могу сделать, сам сейчас нарисую. Сейчас вот возьму карандашик. Так, значит, ты говоришь вот так здесь, волна 1, и вторая тут. Да. А третью поместил на вершину 2021-го. Вершина 2021-го, ага, вот здесь. Три вот тут, да? Отлично. Отлично, огонь, прям вот так вот. Да, ага, вот так. В общем, ты видишь замечательную растущую третью волну. Теперь у нас 1, 2, 3, 4, 5, прям вот до сюда. И у нас есть четвертая. Да-да-га, четвертая тут. И вот теперь мы поговорим о чередовании. Теоретически она может быть волной А4, может быть 2024-й, Б4. Да. Дальше пятая. И это могло бы быть сокращением. Мы достигаем вершины или достигнем вершины очень скоро. Может быть всего лишь на пару баксов. Мы не знаем. Но можно сказать, что... И, конечно же, это логарифмический график. Да. Обратите внимание, траектория закругляется, она замедляется. Да. Многие ждут цены в миллион и так далее, но я так не думаю. Я считаю, что этот бычий рынок выдохся. Да. По-моему, я ранее говорил, что мой сын Эллиот написал часть книги теории Эллиота в 2010-м, когда биткоин стоил 6 центов. Тогда мы были первыми, кого я только знал в бизнесе, сказавшими об огромном потенциале, о том, что это новое изобретение, это новый тип денег. И мы его полюбили. Однако, с 6 центов до 70 тысяч долларов за монету, движение стало самым большим за всю историю. Да. Но до сих пор у биткоина никакой практической стоимости нет. Ведь нельзя им на самом деле торговать. Ты можешь сохранять стоимость с помощью его. Но, на мой взгляд, большее, что с ним сейчас происходит, является нерациональным инвестиционным образом мышления. Вот такие дела. Он был запущен в 2009 году, как раз в момент пятой волны индустриального индекса Доу Джонс. Поэтому они одновременно росли на основании общего образа мышления, полного оптимизма. Так что, на вершине акции, я думаю, что биткоин также достигнет вершины. После чего они оба поедут вниз. Я не буду тебе рассказывать и показывать, где какая волна. Главное, что он запредельно переоценен. Да. Поэтому мне на него наплевать. Но также здесь есть и основополагающий риск, о котором редко говорят. Как мы говорили ранее, блокчейн настолько громоздкий, что для транзакций его использовать невозможно. В мире для транзакций его не используют. Но что, если кто-то изобретет новую криптовалюту, у которой этих проблем не будет? Сколько тогда будет стоить биткоин? Если к этому придет биткоин, отлично, все просто будут использовать его, перейдя с одной платформы на другую. Но если изобретет кто-то другой, тогда все перейдут на него, и биткоин обесценится. И такой риск есть. И в отличие от обладания золотой монеты, которая никуда не денется, биткоин является эфемерным. Он является тем, что в будущем может не иметь стоимости. Вот. Абсолютно. Поэтому мне с ним играть в игры больше не интересно. И здесь мы подходим к истощению, несмотря на образование восходящего верха, что я считаю вероятным. На мой взгляд, красная волна 5, по формату которой ты меня поправил и с чем я согласен. В общем, да, пятая волна может быть где-то на уровне 100к. Может быть, чуть больше 100к. Или же, скажем, где-то от 90к. А потом, вероятно, мы достигнем вершины где-то в начале следующем году. До 2026, затем крупный спад. Но то, во что многие люди не хотят верить, но я думаю, что это должно быть неизбежным логическим завершением, что когда биткоин все-таки достигнет вершины, я думаю, что ты прав. Эта вершина будет, вероятно, в этой декаде, где-то в течение двух следующих лет. Может, около 100к, кто знает. Но когда мы в итоге достигнем верха, то следующее крупное падение похоже на фондовый рынок. И рядом не будет стоять с обычным откатом с последующим поворотным ростом. Это частая ошибка людей, которую они делают. Называется линейная экстраполяция, о которой, кстати, ты упоминал. Линейная экстраполяция означает, что люди считают движение рынков на линейный манер. Просто продолжение тренда. Обычный бизнес, как всегда, который продолжится, а рынки уйдут в тренды вверх, вверх и так всегда. Просто откат вверх, покупай низ, продавай вверх. Другими словами, люди считают, что обычные условия продолжатся, а тренд продолжится бесконечно. И вот здесь пример линейного экстраполирования, что является фундаментальной неправильной точкой зрения. И особенно тогда, когда социальный настрой очень позитивный, и когда присутствует эйфория. Но в конечном итоге, когда этот бычий рынок и биткоин придут к концу, то следующий крупный медвежий рынок для биткоина может оказаться столь значительным, этот медвежий рынок и откат, что как ты думаешь, докуда мы можем упасть? Я прав? Речь идет про десятилетия, не прямо сейчас. Я не говорю про следующий год и два. Саремба. Минимум, куда он должен упасть, это низ волны 3 или 4. То есть до того уровня, где находится волна 4. Да, это будет. Прости, ты имеешь в виду, ты имеешь в виду здесь? Нет. Синее 4. Синее 4. То есть он может упасть до этих уровней. Для меня это будут минимальные ожидания для его падения. Это означает, что речь идет о пяти тысячах примерно. Да, верно. И как я уже говорил, если кто-то придумает лучшую альтернативу для осуществления транзакций, когда весь мир будет осуществлять транзакции этих монет, то он вообще ничего не будет стоить. Так что диапазон, я бы сказал, где-то между красной линией и нулем. Да. Я знаю, что некоторые из людей могут, вероятно, оказаться шокированными этим заявлением, погрузиться в неверие и меня и тебя назвать целым набором самых разнообразных слов. Захейтись в комментах. Мы можем только надеяться. Мы можем... Чем больше... Мы можем только... Чем больше они пишут, тем больше они находятся в отчаянии, когда уже пора выходить. Абсолютно, абсолютно. Но я думаю, что причина в том, что люди этого не понимают, и причина, почему может быть такое падение, опять же, мы не говорим, что это падение будет обязательно в этом году или в следующем, речь идет про долгасрок. Вероятно, до конца этого десятилетия. То есть в течение нескольких следующих пятилеток. Причина в том, что, как мы объясняли вначале, рынок идет фракталами. И в конце концов у нас образуется огромное падение, которое откатывает к значительному начанию предыдущих бычих рынков, другими словами, к истоку. Вот о чем мы говорим, и вот почему Боб упоминал этот уровень. Поэтому я вам обязательно рекомендую посмотреть наши предыдущие видосики, где мы рассказывали про фрактальные волны и применение волн Эллиута. Вот такие дела, надеюсь, ясно понятны. И, кстати, для тех, кто до сих пор не пришел в себя, позвольте мне напомнить и упомянуть еще раз. Когда биткоин достиг уровня около 20к в 2018, в то время, когда я делал видосики, в то время, говоря, что у нас еще будет крах, значительный крах, да такой, что уедем все вниз, никто не верил. Люди не верили, что биткоин может упасть 19-20к прямиком в самую же... Около 4 тысяч. Так что давайте-ка посмотрим на вещи в перспективе. Во время каждого бычьего рынка всегда будут неверующие насчет того, как низко мы можем упасть. И вот этот график, хочу, чтобы вы на него посмотрели, где я откатываюсь до уровня низов 19-го года. Хочу услышать твое мнение на то, как я нарисовал эти волны вот здесь, по биткоину. В итоге, эта волна движется где-то вот сюда, около стака. Говоря о возможных вариантах цифр. Да-да, мне нравятся твои волны. 2021-го, похоже на волны 1, 2, 3, 4. Да. Кстати, Бо, большое спасибо, очень приятно, круто. А нет-нет, ты молодец. Круто, Бо, большое спасибо, ну, честное слово, прямо от души. Еще также очень большое спасибо, что пришел к нам в гости и рассказал такие интересные вещи. И на всякий случай, еще раз спасибо. Да, супер, пожалуйста, тебе тоже спасибо и желаю тебе прекрасного конца года. Чао, Бо, большое спасибо, огромное спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.